Алексей и Ирина, привет! Я с моими коллегами Афиной и Джой рад вам помочь провести сегодняшний митап. Обращайтесь, мы всегда на связи. Рад представить первого спикера, очаровательную Алину Ермакову. Она расскажет о UX-UI практиках при создании смартапов, о чем нужно помнить, чтобы создавать полезные и понятные продукты. Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня я открываю наш замечательный митап интересной темой про UX, про пользовательский опыт. Для начала представлюсь. Я давно работаю в дизайне, в создании диджитал-продуктов и давно работаю в Сбере. Построила практику клиент-центричных продуктов и сервисов с точки зрения исследований и на базе большого опыта как раз продолжаю свою деятельность Сбер Девайсис, где мы тоже проводим исследования и пишем некие рекомендации в гайде, которые первая версия уже есть и скоро будет вторая. Следующий спикер тоже про это будет говорить. Также мы преподаем с моей командой и передаем знания нашим студентам и обучаем новое поколение для того, чтобы они тоже умели учились, как вы, создавать интересные продукты. Что такое UX? Давайте с вами собьемся по терминологии. Это опыт взаимодействия, который характеризует личное восприятие человеком как функциональных, так и эмоциональных свойств продукта. То есть здесь мы говорим как про фичи, про то, что может наши смартапы, так и про то, какое впечатление у человека они оставляют. Если говорить про термин юзабилити, то это дисциплина, которая относится как раз к нашей деятельности исследовательской. И мы проводим исследования, тестирования, замеры и как изучаем, так и повышаем эффективность, продуктивность, а также удобство продуктов и сервисов, которые мы создаем. Мы внутри исследовательская команда, которая является неким центром компетенции UX всего, что делается с Bear Devices. И мы помогаем продуктовым командам проектировать сервисы, также проводим ревью навыков ваших в том числе и пишем тот самый гайд на основе опыта, где даем рекомендации, а как же создавать классные продукты. Почему изобилити — это такая большая необходимость? Почему я так хочу, чтобы вы прислушались тому, что я сегодня рассказываю? Приведу аналогию. Недавно на Фейсбуке я написала пост, где попросила своих друзей и подписчиков рассказать, какие же продукты на рынке они любят. И вот что они ответили. Это показано на слайде. Я думаю, все из вас тоже знают эти продукты, наверное, ими пользуются и испытывают тоже какой-то кайф от того, что эти продукты радуют. Когда я спросила, почему же вам нравятся эти сервисы, все ответили вот примерно такие слова, буквально одной фразой, что это классно, функционально, удобно, что продукт заботится обо мне, что хочет сюда возвращаться, что меня любит, что не тратит мое время. И если разбить по группам вот эту вот обратную связь, то все это на самом деле вертится вокруг двух главных сущностей. Любой классный продукт экономит время и приносит удовольствие. Клиентцентричность в базе имеет такой подход, как меньше действий нашего клиента и больше результата. И сейчас будут такие слайды с продуктами, которые вы тоже знаете, и вот все они заточены на клиентцентричность. Они забирают рутину, они экономят время, при этом дают классный юзер-френдли опыт. Они дарят впечатление, юзабилити, и мы тоже хотим, чтобы наши сервисы и наши продукты и навыки давали вот такой же незабываемый опыт, как те продукты, которым пользуются миллионы людей. Продукты и сервисы, они на самом деле, что такое UX? Они должны любить пользователя, они должны понимать, в какой момент ему что-то напомнить, к нему выйти с какой-то коммуникации, а когда его не стоит трогать, чтобы не раздражать. И главное, в какие моменты мы должны и можем предвосхищать ожидания пользователя. Для этого существуют в нашей юзабилити-практике количественные и качественные методы. Вот небольшая часть того, что мы используем у себя на работе, очень круто, если будете вы использовать тоже. Это пример как раз того, как мы тестируем в контексте. Дело в том, что девайсы, да, это физическая поверхность. Апы внутри, они все-таки делаются, исходя из контекста, предназначены для контекста. И одно дело сделать просто классный канвас, другое дело, если мы берем живое устройство, запускаем там канвас и ставим его на кухню. И здесь уже появляются грязные руки, ножи, вода. И вот это тот самый настоящий контекст, который тоже влияет на юзабилити. И мы должны это тоже учитывать. Поэтому говорить своим пользователям, понимать, что ему надо, на этой базе делать востребованный продукт, это значит приносить пользу как людям, так и зарабатывать деньги. Интервью — это базовый способ, с помощью которого мы можем понять и поговорить с пользователями и потенциальными клиентами по поводу их привычек, потребностей, каких-то страхах и барьерах. Когда мы знаем какой-то инсайд, главный триггер, на основании чего человек вообще будет пользоваться нашим сервисом, мы можем сделать удобный и классный продукт. Изучив жизнь людей, как бы преследовать ее, изучив контекст, в котором они сейчас совершают те или иные действия, мы как раз можем понять, как же создавать классные и востребованные продукты. В классическом проектировании у нас с вами все проще. У нас есть проектировка, есть главное меню, есть переход по экранам, есть разделы. То есть если мы классно спроектируем сервис, то пользователь пойдет по нему так, как мы и задумывали. В случае с голосом проблема в том, что человек может как угодно запустить навык. Он может пойти куда вообще захочет. Он должен всегда понимать, где он находится и что дальше. И главное, он должен каким-то образом понять ценность навыка, чтобы остаться в нем и возвратиться вновь. Именно поэтому мы изучаем, как сейчас человек удовлетворяет те или иные потребности. И главное, вы должны понять, а не усложните ли вы своим новым крутым навыком его опыт. Если им будет слишком сделан, ну, не юзабилити, то человек, к сожалению, не будет им пользоваться. И именно юз как раз помогает делать те самые полезные продукты, потому что можно создать очень крутой навык, использовать последние технологии. Но если пользователь зайдет и через несколько секунд не разберется, что здесь делать, как вообще, для чего это нужно, к сожалению, велик риск, что он уйдет и безвозвратно. Сейчас я покажу видео о том, что я понимаю под прямо интуитивно понятным интерфейсом. Можно видео, пожалуйста? Фильм. Включи фильм, да, Лея? Да. Ты уже умеешь? Да. Два годика умеешь фильм включать, да? Скажи еще раз. Куда надо говорить? А куда нажимать? Так, угу. А что говорить? Фильм. Угу. Все правильно. Лея, ты как это знаешь-то? И вот тут даже мама удивилась, как, собственно, ребенок еще до сих пор не умеет классно разговаривать, а уже умеет классно взаимодействовать с нашим девайсом. Вот это и есть интуитивная понятность. И этому помогает наш гайд. Уже выложены требования к UX, где мы прописали какие-то базовые правила и рекомендации на основании именно исследований. Я сейчас приведу пример нескольких рубрик оттуда. Первое про упрощение ввода. Мы должны понять, какой ввод любых данных для человека проще. И поэтому мы, собственно, изучаем, как сейчас человек закрывает ту или иную потребность, чтобы понять, как будет проще потом голосом сказать, либо что-то нажать. Я приведу пример. Вот такой. Это скриншот с сайта Ядару. И в случае, если пользователю нужны какие-то рецепты, ему нужно выбрать по всем фильтрам и нажать кнопку. Это около 16 секунд. Тогда как сказать одну фразу «найди рецепты итальянских ужинов» занимает 3 секунды. И именно это значит войс проектирования. Когда мы сокращаем время, и человек быстрее доходит и закрывает свою потребность. Второе — это консистентность между каналами восприятия. У нас с вами есть аудиальный канал, когда человек что-то слышит. Визуальный — это дизайн, UI, когда он может что-то посмотреть. И добавляется в случае с порталом еще кинестетически — это жесты. Путем опытных эксплуатаций и тестирования с пользователем было выяснено, что если мы очень сильно нагружаем взаимодействие в один момент времени, что-то показываем, что-то говорим, человек еще может что-то там жестикулировать — это большая когнитивная нагрузка. Человеку очень тяжело быстро пройти сценарий и получить какую-то выгоду и пользу. Поэтому есть такое правило, что в один момент времени мы должны коммуницировать с пользователем только через один канал восприятия. Таким образом, если мы говорим ту же фразу «найди мне быстрые завтраки», то результатом, хорошим результатом будет. Мы показываем карточки визуальные с этими завтраками, там какая-то информация содержится, и голосом просто комментируем «вот какие завтраки я для тебя нашла». Вот этот голос несет в себе дополнительной смысловой нагрузкой, это значит, ну то есть он просто обволакивает, просто комментирует то, что нужно на самом деле увидеть на экране. Таким образом, человеку не надо будет разрываться и смотреть, и читать одновременно. Также про очевидность места и действий. Пользователь должен в любой момент времени понимать, где он находится, как отсюда выйти и что можно сделать еще. И для этого у нас существуют саджесты, но тут важный комментарий. Мы отсматривая навыки видим, что некоторые разработчики могут саджесты закладывать базовую навигацию. Пожалуйста, не делайте так, потому что саджесты — это именно подсказки, которые создают контекст, которые обучают пользователя не бояться говорить сложные фразы «открой салат с курицей ананасом» или говорить что-то еще. Но базовая навигация должна быть заложена в сам либо чатап, либо канвасап. Как это проверяется? Например, уберите все саджесты и попробуйте пройти ваш сценарий только голосом. Сможете ли вы пройти его или нет? Также и пользователь может быть чем-то занят и должен иметь возможность пройти либо голосом, либо тачем, либо и тем, и тем. Еще раз про то, что по сравнению с классическим проектированием в канвасе и в чатапе не может быть общей навигации, либо нет какой-то иконки домой, ну, кроме как на пульте, да, эта кнопка. Либо может быть монопольный захват интентов, и тогда пользователь, находясь внутри конкретного приложения, должен понимать, что сейчас лучше всего сказать. Либо он закрывает это приложение, попадает в общий чат и понимает, что сейчас я могу уже говорить абсолютно на любую тему. Также множественный вот и вывод, да, опять же, не забывайте про когнитивную нагрузку, и логика зависит от контекста, об этом скажу в конце. Еще, конечно, про естественную речь. Мы все к этому стремимся. Очень классно, когда человек может не напрягаться, не думать над тем, как сказать фразу так, чтобы на той стороне поняли. И, кстати, я вижу на тестировании, что иногда люди сидят и говорят так, как бы ему сказать так, чтобы он понял. Вот есть сейчас некий барьер, и мы должны с вами его убирать путем того, что мы показываем, что все, что ты скажешь, мы правильно поймем. И здесь, конечно, очень важно распознавание по слотам одной большой фразой, поэтому если человек просто говорит, да, там, найди мне билеты, послезавтра Питер-Москва, все, он сказал единый запрос, и мы сами внутри должны понять, на какие слоты мы его разобьем, и главное, какой будет выдача. Выдача может быть как визуальной, так и голосовой, это может быть видеокарточки, картинки. У нас с вами, опять же, здесь большое поле для деятельности, но с другой стороны, человек должен спокойно и четко понять, и главное, получить ответ именно на свой запрос. Поэтому, конечно, кроме того, что мы проектируем базовые интенты, мы не забываем про вариации реплик. Естественная речь равно синонимы. Это значит, что сегодня человек захотел так переключить музыку, а завтра иначе, а потом вообще узнал какое-то новое слово. Поэтому, пожалуйста, ищите частотные интенты и собирайте датасеты, развивайте ваше приложение так, чтобы, что бы ни сказал пользователь, он точно получит то, что он хотел. И про контекст, я об этом сказала чуть раньше, контекст может определять логику приложения. Например, опять же, представьте себя на месте пользователя. Он в тишине или он в людном месте. Может ли он сейчас сказать или услышит все, что вы ему говорите в ответ? Или он переживает за то, что кто-то его может подслушать? Или вообще какая-нибудь очень личная информация произносится вслух? Есть такие действительно страхи у пользователя, когда я тестирую те или иные приложения? Причем не важно, насколько эти страхи обоснованы, надо быть готовым к тому, что мы все-таки безопасно пытаемся делать наши продукты и сервисы. Еще один важный момент. Смотрит ли человек в экран в этот момент, когда что-то спрашивает или нет? Вот я привела на слайде два примера. Первый, например, когда я лежу с закрытыми глазами и говорю фразу ассистенту. Удали запись к врачу на завтра, на 10 утра в филиалку Тузовский. Тут, опять же, да, много слотов, и я говорю очень конкретно. Нежели, например, я подошла к телевизору либо к порталу и говорю, так, покажи мне все записи. Опять же, да, ассистент отвечает, вот ваши записи. Я либо какую-то нажимаю, либо говорю, так, удали вторую. Абсолютно разная какая-то семантическая структура здесь будет, и вам нужно понимать еще раз, да, как пользователь либо в первом, либо во втором случае пройдет ваш сценарий. Также, например, человек поздно вечером хочет остановить будильник на завтра. Это, кстати, очень частый кейс, который мы внутри обсуждаем. А что, если у него спит ребенок? А если заснула семья, а ему нужно что-то сказать голосом? Что делать в этом случае? Вы должны знать ответ на этот вопрос. Ну и, конечно же, занятые руки, грязные руки. Он отвернулся, куда-то ушел. Мы должны всегда определять контекст, чтобы человек даже закрытыми глазами понимал, что происходит. Еще частый кейс, подчеркнутый из последних тестирований, что что-то заказывают люди обычно, когда сидят на совещаниях и на встречах. Казалось бы, да, мы проектируем голос, а здесь вот такой вот живой паттерн мы должны отработать и тачим в том числе. И последний момент про нераспознанные интенты. Если ваше приложение что-то не поняло с первого раза, то мы должны очень правильно и красиво выйти из этой ситуации. Не очень круто будет просто сказать, я не понял, что вы хотите, повторите, потому что вы сейчас не помогли человеку. Классно говорить, скажите, пожалуйста, еще раз, время и дату, я отправлю запрос на бронь. То есть мы еще раз повторили, что мы хотим и главное, зачем. Поэтому вот такой вот чек-лист предлагаю вам, когда вы будете проектировать ваши навыки, подумайте, где и как ваш пользователь в принципе будет этим пользоваться, какие вопросы он задаст себе и вашему приложению в первую очередь, как ему вернуться назад на любом шаге, вообще понимать, где он находится, тот ли тип вообще приложения выбран и почему, главное, он будет возвращаться в ваш навык. Поэтому думайте о пользователе, и это прибудут с вами исследования. Прекрасно. Алина, аплодисменты. Приходи к нам, мы с тобой еще пообщаемся, пару вопросов зададим. Да, здорово. Очень крутой доклад. Я пару раз принимал исследования именно со стороны UX с интерфейсами, и для меня, ну вот данный доклад, я его слышу впервые, про голосовые интерфейсы. Много нового я узнал. И пока ты рассказывал, у меня все время где-то зрел вопрос, чем же отличается голосовой ассистент с его навыками от простого чат-бота, и как пользователи покупают один интерфейс и другой, и могут ли адаптироваться под каждый из них. Ну то есть ты имеешь в виду визуал, чем от голоса, да, отличается, потому что чат-бот у нас же тоже есть голос, да? Да, я не помню. Вот с одной стороны так интересно, ведь голос — это возвращение к истокам, да, то есть человек начал общаться голосом много тысячелетий назад, и казалось бы, вот мы опять ему даем эту возможность, вперед. Но мы же с вами и наши коллеги по UX-UI, которые разрабатывали интерфейсы там 80-х, 90-х, уже переучили человека, что им надо пользоваться мышкой, что-то обязательно нажимать, куда-то заходить, сложные регистрации. И вот это так интересно, но есть такой феномен когнитивное искажение, как выученная беспомощность. И вот мы сейчас с этим тоже сталкиваемся иногда, что люди говорят, что да я проще нажму, я проще сделаю, я проще, да, там, сойду с ума, пройду кучу шагов, но не скажу это голосом. И вот это сейчас наша главная задача, как UX-UI проектировщиков — как-то вот этот гэп преодолеть, привить человеку новое поведение. Опять же, есть такой термин дизайн поведения. Например, Apple Watch является таким, то есть он меня подпинывает, говорит, давай подвигайся, да, там ты еще сможешь, пройди, закрой эти чертовы круги, я реально это делаю. Вот в голосовых интерфейсах то же самое. То есть мы должны как-то мягко прививать новый способ взаимодействия, чтобы человек, там, лежа в кровати, мог кинуть куда-то в воздух фразу, и она правильно распаковалась, и что-то ему дало. Поэтому вот разница в этом, разница в том, что, конечно, пока в некоторых случаях человеку проще нажимать, именно поэтому мы пока призываем в рекомендациях, уберите голос, попробуйте пройти, например, тачем полностью, да, ваш интерфейс, или наоборот, уберите тач, пройдите голосом, потому что вообще непонятно, насколько люди наши продвинутые и какой тип взаимодействия они выберут. Поэтому пока это коллаборация. Я еще хотела, Алина, извиняюсь, перебью, да уточнить вопрос, Леша классно его задал, что чат-бот vs-ассистент. Вот помимо визуала, там еще есть такая составляющая, что ассистент это сильно шире, там мультимодальность, все дела, подсказки и так далее. Вот хочется нашим внешним разработчикам об этом напомнить, потому что некоторые приложения недоиспользуют потенциал нашего ассистента, и мы там с тобой уже это обсуждали, что хочется нашим коллегам, ну, коллегам-разработчикам на митапе чуть-чуть дать рекомендации, на что обращать внимание, чем отличается ассистент, что он может. Вот давай пару буллетов, и на этом мы тебя будем отпускать, не будем мучить, потому что чек-лист у Алины был шикарный. Да, вы знаете, действительно сейчас наша горящая тема, когда мы отсматриваем навыки, часто такие, ну вот опять чат-бот. И понятно, зачем, почему вы это делаете, потому что это проще, это понятно для пользователей, да, хочется быстрее выйти в продакшн, а уже дальше развивать, да, свой навык, например, и обогащать его какими-то штуками. Но мы не зря все трудились для того, чтобы действительно создать мультимодальность. Поэтому, вот опять же, вот эти вопросы, которые я говорила, когда вы садитесь, да, и думаете, окей, а вообще в какой обстановке находится человек, когда делает то или иное действие. Пойдите просто поговорить с своими коллегами, друзьями на работе, да, а как ты заказываешь столик, как ты готовишь еду, как ты хочешь поиграть в города. И если вы поймете, что чаще всего это голос, не надо выдавать ему 25 карточек на экране, да, как раз подхватите вот эту вот уже образовавшуюся потребность и привейте, да, общение голосом в первую очередь. Обыграйте персонажем. Да, 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 опять же, про эмпатию. Мы тоже много над этим работаем. Как они классно шутят, да, как они даже там кто-то вздыхает, кто-то, да, там обволакивает своим голосом. Это тоже все UX, то есть характеры, да, то, как это все выглядит, как с точки зрения цвета, так и наполнения, и подачи. Это все про польский опыт. Вы можете выходить только смешными классными фразами. Опять же, не обязательно, да, прям вот. Удержать пользу. Да, 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 да. Потому что UX — это же, опять же, про возвращение. Не захочется с ним завтра пообщаться, если он прикольно, классно со мной взаимодействует. Спасибо, да. У меня одна мысль появилась, пока Алина рассказывала. У Google, на самом деле, был юмористический ролик, когда они поисковика заменили на человека и обрабатывали человеческие запросы, как будто бы вот это взаимодействие человек — человек. И там тоже много новых инсайтов открывается именно на предмет того, как работает человек в системе, в данном случае с голосовым интерфейсом или визуальным интерфейсом. Спасибо большое, Алина. Да, последнее скажу, кстати, что это классный метод тестирования. Мы всегда с этого внутри начинаем. Мы не программируем, мы просто сажаем исследователей, которые отыгрывают нашего голосового ассистента, и уже ловим какие-то первые реакции. Поэтому вы вполне можете сделать так же. Шикарно, Алина. Спасибо огромное. Такой мощный доклад и полезный был первым. Алина.